Продолжение следует... Пожалуйста, автограф. Да какой автограф? Она поступала? Клиния, фамилия и должность. Быстро! А в чем дело? Объясняю, в чем дело, когда увольнять будут. Ты совсем обалдел? Автограф тебе! В каком состоянии человек, автограф ей? Налдул тебя автограф! Мам, мам, не надо, хорошо? Не нужно. Не было у нас никакой Свешниковой. Вот, сами посмотрите. Я ж точно помню, не было у нас никакой Свешниковой. Нам сказали, что она умерла. Нет, у нас такой не было. Может, она живая? Может, она вообще живая? Вам в реанимацию. В соседний корпус. А где реанимация? Где реанимация? Прямо и направо. В соседний корпус. Мам, пошли. Пошли, мам. Совсем с ума подходили. Успокойте. Сейчас уколчик подействует. Тихо, 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 тихо. Жек, тихо. Жек, тихо. Что с ней? А где? Нет, это будет одна минута и… Держитесь. Да, ну, одну минуту может быть. О! Что? Живая Света. У нее сильная травма головы. Она сейчас в отделении интенсивной терапии под аппаратами. Я должен ее видеть. Она в бессознании. Ну, я договорилась, тебя на минуточку пустят. Угу. Я на озвучание собирался, а… Она сказала, что у нее какие-то дела и… Ей нужно куда-то, но не сказала куда. Скажите, а у нее враги были? Нет. Хотя… Артур. Артур, сосед ее, это… Он у нас теперь подозреваемый номер один. Только вот проблема. Исчез Артур. Как исчез? Сбежал, видать. Скажите, Михаил, а вы с потерпевшей часто ссорились? Мы? Да. Да… Да мы любили друг друга. Мы жили вместе! Это я, что я на вас время потрачу. Владимир Никитич, я вас предупреждала, Миша, просто не в себе. Присаживайтесь, Галина Павловна. Он ведь на самом деле очень мало знает про эту Свету. Поэтому он ничего полезного сообщить вам не сможет. Давайте мы с вами так договоримся. Если будут какие-то новости, вы мне. Если какие-то вопросы, тоже мне. У меня, знаете ли, психика покрепче будет. Давайте не будем дергать мальчика. Мальчика… Да… Борис Николаевич передавал вам привет. Да. И сказал, что вопрос о вашем повышении решается. Спасибо. Спасибо. Что это, Борис Николаевич, так моей персоной заинтересовался? Ну, как же, все говорят, что вы самый лучший следователь. Да. Вашими бы устами. Галина Павловна. Кстати, как вы сами-то относитесь к Светлане? К Светлане. Вот. Что значит настоящий профессионал. Каждую минуту о деле думает. Я? К Светлане? Милая. Мишке с ней хорошо и мне хорошо. А вот мать потерпевшей утверждает, что вы были против их отношений. А что, родители сейчас спрашивают? Против они или за? У вас дети есть? Дочка. Замуж уже собирается. Ага. Да. Мама. Она вас спрашивала? Конечно. Позвонила. Папа, мама. У вас скоро будет внук. Подолжите денег на свадебное путешествие. Да. Ну вот, значит, вы меня понимаете. Да. Договорились, да? Если что. До свидания. До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто звонит? Кто звонит? Ну, я же ключи тогда оставил, когда я приезжал. Ниша, я хочу сказать, что я очень рада, что мы снова будем жить вместе. Ну да. Я тоже, а там не как-то одному совсем. Понятно. Я ужин приготовила. Да? Мясо и картофельное пюре. Все, как ты любишь. Ты? Я. Куда это ты успела? Я для тебя всегда время найду. Все очень вкусно. Да? Ты у меня, мам, за что не возьмешься, все на отлично делаешь. Я боялась, не получится. Навыков-то нету. Все, теперь каждый вечер буду ужин готовить. Ну, пока Светочка в больнице. Месяц прошел. Света без изменения. Ну, ведь и ухудшений нет. А ну-ка, дай мне это еще разик. Дай. Галина Павловна, ну я не знаю, что делать. Мишенька ваш, не собирается сниматься? Ничего, передумает. Сейчас-то давить на него нельзя, а месяца через два-три будет. Наш прежний, любимый Мишанечка. Вы гениальные режиссеры в жизни. Галина Павловна, Боженька потом лично вручит вам Оскара. Истряк, давай другими актерами занимайся. Прости, давай еще разик. Ну, все, Света, до завтра. Смотри, не скучай. Ну, хоть какой-нибудь знак подала, что ты меня слышишь. Здравствуй, Миша. Здрасте. Сегодня опять без изменений. Миша, спасибо, что не оставляешь Светочку, спасибо. Да что, о чем речь? Знаешь, когда я после тебя прихожу, она такая веселая, а вот вчера ты не приходил и... Я на озвучении был. И Светочка очень загрустила. Людмила Петровна, а... Как вы узнаете, веселая она, грустная? Ты разве сам не чувствуешь? А, ну да. Ну, я пойду. Миша. Да. Миша, главное, надейся. Хорошо. Скоро Миша уже придет. Как школьники. Ну, ладно, что ты бурчишь? Возобновление отношений. Разве плохо? Галка, скажи мне, а если мне эта девочка, ты к вам не вернулась бы? Ну, что ты глупости говоришь, Боря? Я вернулась к тебе, потому что мне плохо. Мне очень плохо. Мне очень плохо. Боря, если честно, я вся на нервах. Нельзя как-нибудь ускорить, чтобы это дело закрыли совсем. Галка, спешка хороша, прилогли плохо. Если я тебе сказал, что все будет как надо, значит, все будет. А подставляться глупо, не зачем. А откуда эта Света взялась на мою голову? Откуда она? Ну, как выясняется, не твою голову, а на свою. Угу. Юмор у тебя. Ну, все, хорошо. Угу. Мишка, ты что, дома был? Ну, да. Ой. Хотел вам не мешать. Какое отношение Борис имеет к расследованию по делу Светы? Ну, имеет. Имеет? Да. А зачем ты попросила его, чтобы дело закрыли? Честно? Честно! Мишка, видишь ли, наша милиция, это совсем не полиция из голливудских фильмов. В нашей стране скрыться преступнику легче легкого. Да они не найдут никогда в жизни этого Артура. Не найдут. А нервы все измотают своими постоянными допросами, показаниями. А ты и так уже весь издерган. Мам, ну, мне еще тяжелее знать, что этот подонок разгуливает на свободе. Мишка, неправильно это, сынок. Ну, беда произошла уже. Что же делать? А жить надо дальше. А вот твои обиды, ненависть, они тянут тебя вниз. Да. Сынок. Мишка, язва. Надо все время что-то жевать. Да, я никогда не думал, что при язве едят чипсы. А у меня еще и диабет. Вот такая вот вредная профессия. Не столько денег, сколько болячкой заработаешь. Да, кстати, о деньгах ради... Веленович. Ради Веленович. Да, ради. А как происходит оплата, ну, так называемых ваших услуг? Ну, так. Пятьдесят процентов и сейчас, а пятьдесят по получению результатов. Расследование. Ну, результаты же будут, да? Молодой человек, обычно всегда бывают. Давайте. Хотите батончик? Нет. Ну, что ж, подытожим. Вашей знакомой кто-то нанес тяжелые травмы. Подозреваемый ее бывший жених. Он скрылся. Да. Вот я, 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 я здесь документы, как попросили, подобрал. И здесь адреса, телефоны, там вот фотографии. Здесь все. Ну, слушай. Еще один вопрос. Почему вы решили обратиться ко мне? Ведь, как вы сказали, идет следствие. Ну, я думаю, что дело закроют. Ну, все-таки наша милиция, это не полиция из голливудских детективов. Да? Извини, здрасте. Ой, какие цветочки. А кому это? Светя. Она вот такие вот ромашки любит. Что думаете, ей все равно? Она чувствует. Я знаю, что она чувствует. Привет. Пахнут. Думаешь, это просто цветочки? Нет. Света. Света. Выходи за меня замуж. Знаешь, я... Я, на самом деле, буду ждать столько, сколько нужно. И... Очень бы хотелось, чтобы ты ответила «да». Поэтому... Выходи за меня. Света. Света. Господи. Света. Пошли сюда! Света, плохо. В коридоре ждите. Поехали. Готовь реанимацию. Готовь реанимацию. Ну, как она? Да. Ну, как она? Да пока нормально. Слава Богу. Мы ждали этого. Света и так долго была стабильной. Это при такой-то травме. Это я во всем виноват. С чего это? Ну, как чего? Ну, этот букет, цветы эти... Я же... Я же предложение делаю. А она перенервничала, видимо. Да бросьте вы. Это все сказки из сериала, что больные в коме все чувствуют. Не знаю, все говорят, что нужно разговаривать с ними. Да, это нужно. Близким. Чтобы не сойти с ума. Так легче верить. Зажигалка есть? Нет, я не курю. А вот я бы закурил. В общем так, Михаил. Ситуация следующая. Нам удалось купировать приступ, но это ненадолго. Приступы будут учащаться. Организм уже не будет справляться. Процесс необратимый. Но... Один наш коллега разработал методику. Честно говоря, она опробована всего на нескольких пациентах. Что это за методика? Подробности вы не поймете, это сложная нейрохирургическая операция. Суть в том, что результата может быть два. В случае успеха выздоровления, а вот в противном случае... Говорите. Света будет жить. Ну... Света будет жить. Но... Ее физиологические функции сохранятся, а вот интеллект сохранить мы уже не сможем. Та рискованная методика, но хоть какой-то шанс. Решать вам. Что? Та рисунок света есть мало. Операция дорогая. А при чем здесь мои деньги? А у мамы денег нет. И быстро найти она их не сможет. Так что слово за Ваню. О, Миш, ну ты где пропадал? Я уж звонить тебе собиралась. Гулял. Ну ты покушаешь или мы сразу поедем? Куда поедем? Ну сегодня первый день фестиваля, Мишань. Ну я никуда не поеду. Ну, сынок, ну перестань ты себя хоронить. Поехали. Ты развеешься там, друзей своих повидаешь. А то веришь, меня уже замучили. Все спрашивают, куда он пропал? Куда пропал? Мам, я не хочу. Ну поставь тогда койку у нее в палате. И лежи там рядом с ней целыми сутками. Давай так. Ей хуже стало! Операция нужна. Сложная. Ну либо ей лучше станет, либо… Не все зависит от нас с тобой, сынок. Не понимаешь, я решить-то должен. Ты прости меня, если я ошибся. Знай, я… Я все равно люблю тебя. Я все думаю, может мне нужна операция, это страшно. Я все думаю, может мне нужна операция, это страшно. Как закрывают? Артур же не нашли. Да он сказал, что это не Артур, а какой-то маньяк. Есть признание. Да это… Ну какой маньяк? Это просто наше дело ему повесили. Следователь сказал, можете написать на наследование, но вряд ли что-нибудь получится. Признание есть, все по закону. Артур, что я делаю? Успокойтесь, я… Ура! 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 Да, Радий Виленович. Хорошо. Хорошо, я сейчас приеду. Ой, кого я вижу! Как я рада вас видеть! Ну! Здравствуй, дорогая, здравствуй! Привет! Какая красавица! К Алина пришла! Добрый вечер! Добрый вечер! А ты знаешь, я всегда была влюблена в колено. Ну, перестань. Она всегда такая красивая, яркая. Все мужики у ее ног. Ну, перестань сочинять! А я верю! Молодец! Ну, как у вас дела? Прекрасно. Вы знаете, я, наверное, самый счастливый человек на свете. Вы слышали, что мы с Олей решили пожениться? Денис просто помешан на нашей свадьбе. По-моему, он хочет превзойти всех женихов на свете. Конечно, ведь у меня самая красивая невеста на свете. Ой, смотри, Неймонд пришел. Иди, поздоровайся. Конечно, милая. Ну, невеста. Да. Да. Ну, что? Как там Миша? Плохо. Я бы сказала, очень плохо. Ну, он сам от меня отказался. Да, знаю я, Оля. Вся эта история — полный кошмар. Ну, что ж, пойду присоединюсь к Денису. Оля, а, похоже, не очень-то ты любишь своего Дениса. Ну, вот. Собственно говоря, у меня осталось никаких сомнений. Ну, нет, ну, это, блин, это… Ну, что? Что? Вот, доказательства перед вами. Подождите, а почему, почему милиция вот не обнаружила эти доказательства? Обнаружила, обнаружила. Ну, можно потом в дело вмешались. Высшие силы и версию благополучно похоронили. Да нет, нет. Это, это, этого не может быть. Это, нет. Просто это из-за того, что это не может быть никогда и… Молодой человек, моя профессия учит, что в нашей жизни может быть абсолютно все. Твоя… Моя мать-убийца-то. Володь, завтра отсыпаемся. К двум приезжай. Спасибо. Твоя мать-убийца-то. Миша? Мишаня, ты спишь? Миша? Мишанья, ты спишь? Мишенька, живые. Ну что ты тут делал, Миша? Миша! Что, доктор? Жить будет, ваш Ромео. Слава Богу. Но сильно травмированы связки, говорить он не сможет. Ну да, да, связки. Вообще-то, в таких случаях, когда явно суицид, я обязан сообщать психиатричку. Нет, пожалуйста, я вас умоляю. Хорошо, хорошо, я понимаю, я войду в ваше положение. Спасибо, а я для вас все сделаю. А я, я многое могу сделать. Да, 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 я уже понял. Так что, пожалуйста, я думаю, Михаил должен прийти с утра в себя. Так что приезжайте. Зайдете к нему. Нет, я уж тут побуду. Да зачем же, я не понимаю. Ну, приезжайте домой, отдохните. А утром приедете. Нет, уж я с вашего разрешения здесь останусь. Ну, пожалуйста, как хотите, возьмите. Связки, значит. Связки, значит. Вы, уважайте, я подписывайтесь на Cardinal. Ну, пожалуйста, я не знаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Доктор сказал, выпишут скоро. А связки? Справимся, я весь мир переверну. Сердца пересаживают, а связки? Тем более. А я смотри, что придумала. Ты можешь писать то, что хочешь сказать. Просто взял и написал. Да, всё обошлось, потому что, Миша, судьба за тебя. Эта судьба, даже наша прабабушка за тебя, потому что это ведь её люстра, да, представляешь? Я на неё всё время смотрела и думаю, почему я её не поменяю, никак не могла понять. Думаю, почему она здесь висит? Вот для чего? Оказывается, для того, чтобы крепкий крюк выпил, когда... Дай. Так что, всё хорошо будет. Нельзя, нельзя раскисать из-за девочки. Я всё знаю. Я тебя ненавижу. Я всё знаю. Я тебя ненавижу. Ну, правильно, конечно. Я тебе сейчас расскажу, как всё было. Хочешь? Я в тот день, я с ней договорилась встретиться, потому что мне хотелось поговорить наедине. Мне на чистоту она согласилась и сама мне назначила встречу. Около пруда назначила, потому что потом хотела к маме забежать. Я хотела предложить денег ей, хотела, может быть, карьеру предложить, что угодно, чтобы она от тебя отказалась и чтобы она поняла, что ты не для неё, что ты мой мальчик хотела. Но произошло что-то странное. Она начала кричать. Она кричала, что... Что она не откажется от своего счастья, что ты её любишь, что очень скоро моя власть над тобою закончится. И что-то на меня накатила. Какая-то волна. Какое-то безумное бешенство. Я схватила её и толкнула. А там камень был. Она споткнулась и упала на этот камень. Я же не собиралась её убивать, упаси господи. Она споткнулась. Я вызвала скорую помощь. Прости меня, сын. Прости, я виновата во всём. Во всём. Я и девочку чуть не погубила. И тебя. Самого близкого, самого родного, самого любимого человека. Я всё исправлю. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я тебя люблю больше жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот. Ну, как же это вы, Галина Павловна? А что скажет Борис Николаевич? Скажет, что я дура. Вы меня извините, но я думаю, что он будет прав. Ну, что вы творите? Дело уже закрыто. Девочка выжила. Ваши действия были непреднамеренными. К чему всё это? Просто не могу жить. С таким грозом. А вы сходите в церковь, покаетесь. Ну, это-то зачем всё? Мне надо, чтобы... Чтобы сын мой меня уважил. Вы думаете, что в наших тюрьмах так же, как в ваших фильмах? Заходите в ворота, вдруг бац! Титры на экране. Прошло три года. И вы, весёлая и прекрасная, возвращаетесь домой. Да? Мне три года дадут. Это суд решит. Я ко всему готова. Я всё выдержу. Я сильная. Сильная? А сина гнётся, да поднимается. А вот дуб, если уж рухнет, так сразу. Владимир Никитич, не надо меня агитировать. Решение о вашем повышении, оно... Оно уже никуда не денется. Ну, зачем вы так? Я ведь тоже отец. Я... Я иногда своего зятя готов собственными руками задушить. А вы повышение... Не-не-не... Ну что, не уговорил я вас? Ну что, Миша, пожелай нам удачи. Переводим в нейрохирургию. Только не в лоб. В лоб покойников целует. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, отдельные хирурги. Здравствуйте. Ну, удачи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, скажите, пожалуйста, простите, а не подскажете, где Миша Гордеев у вас? Да вон он стоит! Привет! А, привет, Миша! Как ты? Тебя должны были выписывать в среду, но я договорился, ввиду чрезвычайных обстоятельств выпишут завтра. И мы прямо отсюда поедем в суд Галины Павловны. Что ты не знал? Галина Павловна завтра в суд. Она дала чистосердечные показания против себя и отказалась от адвоката. Я поняла. Все, чтоб тебе угодить. Я поняла. Завтра в восемь поедем тогда. Что ты делаешь? Что ты пишешь? Да вы что делаете? А кто отмывать будет? Это дорогая, дорогая помада. Да ты что, Миша? Да успокойся. Да что вы натворили? Что я буду делать? Миша! Суд приговорил гражданку Гордееву Галину Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного по статье 30, часть 3, статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что означает умышленное причинение смерти другому человеку, не доведенное до конца по независим от обвиняемой обстоятельствам, и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданка Гордеева, вам понятна суть приговора и сроки отбывания наказания? Да. Вы имеете право обжаловать решение суда в течение десяти дней, со дня получения копии приговора, ваше право понятно? Да. Судебное заседание объявляется закрытым. Ну зачем она отказалась от адвоката? В два счета доказать бы 118, а это шесть месяцев условно. Галина Павловна, мы обжалуем решение суда и узнаем, как там насчет передач и… Миш, так и не захотел прийти? Нет. Ну я так и думала. Ладно. Тебе спасибо, Горяк. Мне что? За все спасибо. Горяк. 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 КОНЕЦ Следующая. 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 Давай быстрей. Следующая. Давай, иди. Пошевеливайся. Катей, Галина Павловна, сто пятая шесть лет. А что это за сто пятку? Шесть всего. Через тридцатку у неё. А, ясно. Сюда давай. Я бы предпочла, чтобы ко мне обращались на «вы». А ты всё думаешь, что ты в барах и ресторанах? У нас здесь не там. А где сказано, что администрация колонии должна обращаться к заключённым на «ты»? Где? Да. Трудно тебе у нас будет. Ничего, я выдержу. Я сильна. Давай сюда. Ещё хотелось бы узнать по поводу моего чемодана. Чемодан на складе. Сейчас акт составим, получишь при выписке. Нет, но у меня там тёплые вещи, у меня там косметика. Не положено. Почему? Потому что кончается на «У». Уголовно-процессуальный кодекс. Читали? А кому будет хуже от того, что я буду следить за собой? Кому? Здесь мы за тобой следить будем. Михаил, привет. Как себя чувствуете? Все кончено. Ну, да. Все кончено. Ну, как кончено? Блестяще. Операция прошла блестяще. Да ваша Светлана, она просто, ну, молодчина, да? Вот организм, вот характер. Ну, она пока будет в нейрохирургии, но на выхаживание переведут к нам. Так что подождите. Скоро увидите свою героиню. Да меня-то вы за что благодарите. Это вон коллег нейрологов. Ну, ждите. Ждите. Узнала. Смотрите-ка, и вас узнала. Доктора говорили, на восстановление памяти понадобится время. А Светочка все сразу вспомнила. Что с ногой? А он говорить-то не может. Что случилось? А, вот читать Свете еще трудно. Да и без слов ясно. Рад, как слон. Видела бы ты, как он переживал за тебя. Ну, ладно, я пойду, а вы побудьте вдвоем. Так только не шалите. Пошла. Сейчас на две недели на карантин, потом в отряд. А как дадут, дадут позвонить и разрешат свидание? Ну, заявление напишите начальнице, она решит. Так, лицом к стене. Давай-давай. А вы давно здесь слушаете? Давно. Это вы счастливчики. Срока от мотелей домой. Мы тут на всю жизнь. Пошла. Привет. Нормально. Уже почти даже не болит. Миш, ну… Ну, куда всего этого столько, а? Послушай меня, ты… Ты… Ты слишком много для меня делаешь, слышишь? Правда, слишком много. Поставь, пожалуйста. Садись. Миш, я… Я очень тебе за все благодарна. Нет-нет-нет, послушай, послушай меня секундочку. Просто послушай, хорошо? Еще раз повторяю, я очень тебе за все благодарна. И… Мы не можем больше быть вместе. Пр… прости меня. Я… я понимаю, наверное, это… это мало души с моей стороны. Я понимаю, но твоя мама была права, ты меня слышишь? Не надо ничего писать, Миш. Твоя мама была права, мы не можем быть вместе, понимаешь? Потому что все против нас. Миш, я… я очень устала, мне страшно. Ты меня слышишь, Миш, ну не надо писать. Я все равно не могу это прочесть. Что тут у вас? Я… 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 Не бойся, я не дам тебе обиду. Я не могу жить без тебя. Я же сделала все для тебя. Миш, я тебя прошу, не надо, Миш. Не надо читать. Я все сделала для тебя. Я тебя люблю. Так-так-так, а ну-ка успокойтесь. Идите! Идите отсюда! Ну-ка, вы же приходите. Успокойся, успокойся, пожалуйста. Успокойся, давление поднимет. Хорошо? Успокойся, девочка, успокойся. Ну разве так можно? У-у-у! Девочки, принимайте новенькую. Здравствуйте. Койка твоя. А где здравствуйте? Я поздоровалась. Здравствуйте. Ну здравствуйте. Нормально, да. Ну че, чем порадуешь новых друзей? Не знала я, что у меня друзья здесь есть. А раз нет друзей, значит есть и враги. Ну давайте мы с вами сразу договоримся. Я сама по себе, вы сами по себе. Да? А ты за других не решай. Сдавай хаванину вообще. Пройду что ли сейчас? У меня нет еды. О, все. Эта вещь моя, не трогай. На построение! Ух ты. Ты хоть сказала, что это его мать хотела тебя убить? Может, она действительно не хотела. И я случайно подскользнулась. Все равно скажи, ты не знаешь, кто виноват. Я не хочу делать ему больно. Да что тебе до его боли? У тебя своя боль. Вон, всю голову раскроили. Так, ну, кажется, все собрали? Ну, удачи вам. Спасибо, спасибо, Павел Борисович. Зря. Зря вы от нас уходите. Ну, какой там уход в районной-то больнице? Я все понимаю. Ну, по деньгам не потянем ваше отделение. На Михаил как же? Мам, там такси, кажется, приехало. Ой, Павел Борисович, вот вам благодарность. Так сказать, чем богаты. Спасибо. Вкусно? Вкусно. Вкусно. А, это вам. Это вам. Выписка с диагнозом назначения. Все-таки зря. Зря. Если что, вы не стесняйтесь, звоните. Поможем. А телефончик? Я там написал. Ага. Ну, удачи. Спасибо. Спасибо большое. Ну, что, с Богом. Поехали. Ну, все, пойдем. Миша, прости меня. Все, все, все закончено. И мне кажется, что без меня тебя будет легче. Прости. Кудольцова! Белкина! Здесь! Кадакова! Здесь! Куйталова! Здесь! Гордеева! Здесь! Абдулова! Я! Зайцева! Я! Налево! Вот! Шага! Марш! Ну, что? Что у вас тут опять, а? Да у нас это парня вечно тормозит. Гордеева! Меня ударили! Идите, давайте! Идите, сама разберусь! Достали тебе твои фокусы! Ну, что, в карцер захотела? Ударили ее, а? С людьми надо налаживать отношения. Давай, давай, догоняй строй! Так, сейчас до ворот не успеешь, в карцер пойдешь! Миша! Ты дома? Так, ну, что сказать, молодец ты! Я именно так себе все и представлял! Угадал! Да! Небось, не открыл бы мне дверь, да? Если бы у меня не было своего ключа! Давно так лежишь? Ну, давай, постой, не отвечай! Я сам угадаю! С пятого числа! С того рокового дня, когда выписали нашу Зазнову! Да? Угадал? Я? О! Я молодец, да! Так что сейчас мы с тобой пойдем в ванну! Я тебя помою, побрею! Возможно, накормлю! Нет, не пойду я туда, куда ты мне посылаешь! Я вообще никуда не пойду! Кстати говоря, хорошие новости! Можно навестить Галину Павловну! Принести с собой передачку! А передачки ты не волнуйся! Я уже побеспокоился, собрал! Там, кстати, смешно! Нужно чай высыпать в прозрачный пакетик! И конфеты можно! Но только без фантиков! Ну, ты не волнуйся! Я скажу, когда мы поедем, что это значит? Что значит, ты не готов, а? Ты охренел! Оставайся от шконки! Днем не положено! Мне холодно, я устала очень! Не встанешь, и еще трое суток заработаешь! Нажимай! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чего, пришла, в смысле? А все-таки в нашем детстве качели были круче. Они так дивно скрипели. А помнишь ту старушку с третьего этажа? Вредная такая. Мы любили качаться, а она вечно высовывалась из окна и басом кричала. Да, Коля! Есть проблема. Близкий человек погибает. Это добрый, светлый мальчик. Тот, с кем я провела практически всю свою жизнь вместе. Мой первый мужчина. А я не собираюсь ничего возвращать. У меня, между прочим, через месяц свадьба, если ты об этом. Спасибо за поздравление. Мишка, я хотела тебе сказать, что, что бы там ни произошло, и как бы мы с тобой ни расстались, ты все равно для меня остаешься родным человеком. Я не дам родному человеку пропасть. Знаешь, нужно просто встать и идти. Когда я училась в балетной школе в детстве, нам говорили, устали, увеличьте нагрузку. Я помогу. Да, совсем мы с тобой забросили эту шерсть. А ведь зима уже не за горами. Ой, с твоей головой тебе, тебе без шапки никуда нельзя. И кому чего-то доказала своим благородством. Сидела, где и была, только инвалид. Мам, я не инвалид. Врачи сказали, у восстановление идет нормально, все хорошо. Так они тебе и скажут правду. Они ее только богатым говорят. Ой, а ведь я тебя предупреждала, помнишь? Не в свои сани, что? Не садись. Мам, я тебя умоляю, прекрати, а? Ну, как ты не понимаешь, что в этих самых санях я, может быть, первый раз в жизни была счастлива. Потому что любила. И люблю. Угу. Только ты любишь вот тут, в проголоде, а он где-то там развлекается и веселится. И пусть им будет хорошо. Тихо. Ты больше. Тихо. Мам. Тихо. 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 Кто это сделал, а? Я спрашиваю, кто это сделал, скажите? Знаете, что это за собака? Это любимая игрушка моего сына, когда он был маленький. Сейчас мой сын уже большой и меня ненавидит. И вот эта игрушка единственная, что у меня от него осталось. Скажи, это ты сделала? Ты не человек, ты животное. Тупое, злобное животное. Тварь. А вы все такие же. У вас ничего человеческого не осталось. Ну все, барыня, ты не жалец. Хватит, Саня, отвали от нее. Не лезь, Марьяша, не по чину. Зато во мне весу больше. Какого хрена ты за барыню вечно вписываешься? Правду она говорит, а правда глаза колет. Да пошла ты. Ты прости нас. Мы мне хорошо делали. Не думали. У всех у нас деточки. Ложись, ложись, Галина, барыня. Отдыхай. А собачку свою мне давай. Я ее на шейки зашью. Будет как новая. Спасибо, Фавтима. Спасибо. Ну, Олюшка, за тебя. Спасибо. Ты молодец. Просто звезда. Я, честно говоря, думал, что Миша к тебе не выйдет. Ты что смеешься? Мишка ко мне не выйдет. Это правда. Никто не может тебе отказывать. Он точно не смог бы. Он, конечно, в ужасном состоянии. Ну, что вы хотите. Мать сидит в тюрьме. Девушка, из-за которой весь сыр-бор, от него отказалась. Профессию он потерял из-за голоса. Вообще лишился смысла жизни. Ну, ему нужно жить дальше. И я это беру на себя. Сейчас, минутку. Я против твоей затеи с Мишей. Это почему же? Потому что тебе пора решить. Либо я, либо он. Я не поняла. По-моему, ты хочешь снова быть с Мишей, да? А я что, получаюсь как запасной вариант? Я так не могу. А я не могу подчиняться указаниям. Я всегда делаю только то, что сама считаю нужным. Хочу помогать Мише, я буду помогать Мише. Хочу быть с тобой, я с тобой. А если тебе не нравится, тогда поищи более покладистую невесту. Послушай, я люблю тебя. Тогда… Люби меня такой, какая я и есть. Ну, что я могу вам сказать? Вам предстоит сложное лечение с комплексом процедур и упражнений. Мы все сделаем. Мы все сделаем. Учим. 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 Мам! Ну в чём дело? Что опять случилось? Что орём? Барыня опять тут-то борзела, спать мешает! Меня убить хотели! Да кому-то тут нужно оставить! Меня от души! Ой, Господи, что же с тобой делать-то? Ну хочешь, слышь ты, хочешь пойдём в карцер, там доспешим, пойдём? Тихо-тихо-тихо, пойдём-пойдём, давай! Руку покажи! Пошла ты! Покажи руку! Всё-всё-всё, пошли сказала, всё! Давай-давай, иди! Отбой, спать всем! Её можно найти, я ей оцарапала руку! Царапали — это вы зря! Тут половина с гепатитом! Мне, знаете ли, убирать не приходилось, и я требую, чтобы вы приняли меры! Вот, подписать надо! На отчётность! Что-то вы постоянно кашляете от меня! В канцере выстудилась! Так вы примете меры? Да какие меры я могу принять Гордеева, если ты, вы, Гордеева, слишком далеки от народа! Дружить нужно с народом! Тогда и меры принимать не надо! Ну, я предупреждаю, я буду писать! Я в прокуратуру напишу, я на центральное телевидение напишу! Центральную прачечную будешь писать, Гордеева! В общем, так, иди! На работу можешь сегодня не выходить! Кашель у неё какой-то подозрительный! Ну, штубик подхватила! Да нет, вряд ли! Тут что-то другое! Галина, барыня! Где мама? Дежуришь сегодня? Ага! Ты отдыхай! Я тихо-тихо ныть буду! Не помешаю тебе! Мешная ты! Добрая! За что сюда-то попала? Амину доченьку мою украли! Мне деньги нужны были! Я подработать взялась, в Москву траву отвезти! Наркотики! Ой! И правильно, что я сразу попалась! Свою Амину спасти хотела, а другим детям беду везла! Вот и я сыну своему помочь хотела! А беды всем натворила! Так, значит, квартплата три! Протока-то две! Так, лекарства две! Итого семь! Ну что, хватает? Ну, поеду завтра в школу, попробую договориться по поводу честных уроков! Тебе врачи запретили работать, тебе лечиться надо восстанавливаться! Мам, я осторожна! Ох, и переломал же тебе жизнь этот Миша! Да я его люблю! Все равно! Куда ты сиди, дуреха? На что надеяться? О! Привет, мамуль! О! Ну и что с такой кислой миной зятю встречаем, а? Зачем пришел? К тебе пришел! Светик, после того, как дело на меня завели, я на дно залег! А сейчас, когда ты появилась, вот и я тут, как тут! При этом с бабками! Светик, я сейчас на подъеме! Ну, что ты меня на пороге держишь, а? А ну давай, уходи отсюда! О-па-па! Что, теперь обе ерепенитесь, да? Слушай, ну уходи, ей нельзя нервничать! Да кому она вообще нужна, после того, что с ней сделали? Поматросили и бросили, да? А к тому же еще башку у кукли раскроили! А вот это вот, тебя совсем не касается! И вообще, я сейчас, я в милицию позвоню, вот! Да ладно, все-все, ухожу! Звоню! Не видите по-своему счастья! Мам, спасибо! Врач сказала, что теперь ты можешь приходить только раз в неделю! Кстати, звонил Гарик, он сейчас подъедет, хочет тебе что-то сказать! Да? О, кстати, он! А, кого я вижу! Снова вместе! Как в добрые старые времена! Мишка заговорил! Правда? Ну-ка, мальчик Миша, скажи что-нибудь дяде Гарику на ушко! Мишка! Ты болтун! Я ничего не слышал! Ты что, не слышала? А, не слышишь, врачи сходи, вслух проверь! Ну, я шучу же, господи! Ты хорошо выглядишь, Миша! Молодец! У меня для тебя, кстати, хорошая новость! Какая? Продюсеры, Миш, хотят, чтобы именно ты закончил фильм Галины Павловны! Как режиссер! Как здорово! Я не буду этого делать! Что значит, ты не будешь? То есть как? Так надо сделать! Это не мое дело! Это не моя жизнь! Стой! А что такое твоя жизнь? Что такое твоя жизнь? Объясни! Мне врачи сказали, что твой голос вообще не восстановится! Да не надо! Да что не надо! Не восстановится! Артистом ты уже не будешь! А режиссер, пожалуйста! У меня другие планы! Вот, Калина, парень! Прям как из магазина! Ой, да ты что, лучшая, здоровая! Давай, вали отсюда, Чуркестан! Профилактика! И что ты, Саня, все время зла я такая! Тебе слова не давали! Спасибо тебе, Федима! Как ты только успела-то! Вам… Тебе на норму столько сдавать надо! Да что норму! У нас на хлопчатнике такая норма была! И то я успевала к Амине сбегать, поиграть, покормить! Я вот что думаю! Ну, что мне здесь зря время терять! Буду Амине приданное собирать! К нам в лавку ситчик в цветочку завезли! Так я возьму! Буду просто не подрубать! Ха! Ты, Фать, совсем дура! Какое приданное! У тебя же нет денег ее выкупить! Может, твоя Амина уже это… того… этого… Ну… неправда! Зачем так сказала? Живая моя Амина! Живая! Живая моя! Живая твоя! Иди твоя Амина! Живая моя! Живая моя! Ах! 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 Светлана Анатольевна, вот сестра. Угу, спасибо. И карты в класс отнеси. Так. Светлана Анатольевна, вот сестра. Ольга Николаевна, можно я возьму? Да, конечно, берем. Спасибо. Да я давно говорила, сердце это у нее. Кашель, как при стенокардии. Да. А кто меня слушать-то будет? Слушай, а что барни-то на шее? Срок-то навесили за Саню. Да нифига. Там эти все, которые рядом-то были, они заявно катали, что, дескать, Санька сама себе по дурости руку-то прострочила. Так ей и надо. Такая баба злющая. Угу. Слушай, а как думаешь, баронь-то наша выкарабкается? Не знаю. После инфаркта ей бы надо в областную больницу. Во-го. Да наша-то не хочет. Ссоры из избы выносить. Зато сказала, свидание ей даст. Ага. Если только она еще доживет до этого свидания-то. Ой, да ладно тебе, не каркай. Ну, что? Будем пытаться выживать. Ну, что? Будем пытаться выживать. Дайте мне, пожалуйста, бумагу и ручку. На завещание что-то писать? Самое время. Заявление начальницы на телефонный звонок. Позвонить ей нужно. Очень. Ну, ладно, ладно, ладно. Дам я тебе, бедолага, телефон. На, звони. Спасибо. Давай. Да. Алло, Борис, здравствуй. Да. Алло, Борис, здравствуй. Это я. Галина? Борис, ты меня прости. Я знаю, что я тебя очень сильно подставила. Прости меня ради Бога. Я просто не могу. По-другому. Что тебе нужно? Нужно, Боря, очень нужно. Девочку одну надо найти. У нее мама из таджики стала. Ты что мне звонишь, а? Из тюрьмы? Только для того, чтобы я искал какую-то таджикскую девочку? Когда наши жизни разрушены. Но наши-то жизни, может, и разрушены. А ей жить надо, Боря. Я тебя очень прошу. Помоги. Ну, я… Музыка. Ты сможешь там разводить лошадей, как бы всегда хотела. Ты сможешь там разводить лошадей, как бы всегда хотела. Мы можем позвать тебя, Иваныч. Я думаю, это согласится. А ты… А ты как будешь жить? Я буду с тобой. Да. Значит, тут и будет ваше хозяйство. Наше хозяйство? Как тебе место? Шикарно. Просто шикарно. Лучше не придумаешь. Там дом хочу поставить. Тут конюшни. Ну, а здесь хоть постройки будут? Когда планируете закончить? Через полгода. Ну, а потом мы с тобой поедем лошадей закупать. Ой, я же вас мальчишкой помню. Неужели я мог тогда представить, что буду у вас на конеферме работать? Мать, небось, гордиться? Молодец. Да, молодец, Галина Павловна. Так вас воспитала. Ведь могли же всю жизнь по протаренной тропке идти и ничего. Нет, свой путь выбрали. Но это сила нужна. А силу эту только материнскую любовь дает. Ну что, нормально? Жить будешь, пока не помрешь. Говорят, после ядерной войны только тараканы выживут. А я считаю, нет. Выживут бабы. Куда тараканом до нашей живучести, а? Гордеева, к тебе приехали, до свидания. Мишка, наверное, сын. Может, Реваню без особых запасов, а? Нет, нет, я успокоюсь. Я в порядке. Я сильная, я справлюсь. Я не буду с ней разговаривать. Увидите меня. Галина Павловна, выслушайте меня, пожалуйста. Я отказываюсь от свидания. Гордеева, имею в виду, у нас такие выборки не приветствуются. Сейчас откажется, больше не дадут. Зачем приехала, Света? Посмотреть, какая я теперь. Полюбоваться? Посмотри. Ну, что, наверное, сладко тебе по утрам пить кофе из моей чашки, а? Я рассталась с Мишей. Осталась с Мишей. Почему? Потому что я им не пара. Потому что зря влезла в вашу жизнь. Потому что вы, вы были правы, если любишь человека, то иногда нужно просто уйти, ничего не говоря. Ошибалась я, видимо, в тебе. Ошибалась я в тебе, Света. Что? Подека, жалко, что ничего нельзя переделать. Здравствуйте, Михаил. А какими судьбами? Здрасте. Вот. Да вы что, в самом деле? Сговорились, что ли? Что мама, что сынок. Два сапога пара. То есть, вы, Гордеев Михаил Григорьевич, утверждаете, что сами покушались на жизнь Свешниковой и Светланы Анатольевны. А ваша мать, Гордеева Галина Павловна, взяла вашу вину на себя, чтобы дать вам возможность уйти от ответственности. И теперь вы покаялись и хотите восстановить справедливость. Правильно? Думаешь, я не понимаю, что у тебя в душе творится? Тебе жалко мать. Понимаю и уважаю. Это поступок, смелый, но не умный. Если ты действительно хочешь ей помочь, найми лучших адвокатов, подайте апелляцию, просите условно-досрочное. Вот это будет и по уму, и по сердцу. А шашкой махать, так вам групповое покушение. Припаяют, и тебя посадят, и матери срок добавят. Вон, мама твоя уже шашкой помахала. И что? Сама в колонии, Борис Николаевич, тоже погорел. Как только все выяснилось, его с таким треском вышибли. Я-яй, не знал. Хорошо, под статью не попал. Ай, забыл и заслуги, пожалели. Жизнь – это не кино, Миша. Герой – это не обязательно, когда с криком на амбразуру. В жизни самое главное, Миша – результат. О, сдал? Какой у меня внук родился. Так что займись апелляцией мамы, ладно? Открыто! Какими судьбами? Не знал, что у тебя неприятности. Неприятности? Это так называешь? Куда собираешься? Переезжаю. У меня же на работу теперь никто не возьмет. Возраст пенсионный, да и связаться никто не станет. Вот продал эту квартиру, купил домик деревни. На разницу буду жить. Надеюсь, недолго. Не говори, так ты справишься. Тебя забыл спросить. Мне жалко, что так вышло, но я очень тебя прошу, помоги мне вытащить, мать. Жалко тебя. Я все его лишился. А ради чего? Я всю жизнь только ее одну любил. А она не меня, она тебя любила. Теперь-то проще помочь мне, да? Вытащить ее. А ну-ка, убирайся отсюда, убирайся отсюда. Я еще табельное не сдал! Без муа, без муа изданного палача. Аминочка моя дошлась, доченька моя! Вот она, живая здоровая! На построение! Как я за тебя рада! Почек, а не на парню! Бывают чудеса! Гордеева! Гордеева! Выйти из строя! Руки за спину! А в чем дело-то? Не разговаривать! Направо! Пошла! Вперед! Вызывали? Да, Гордеева. Не думала я, не ждала, не гадала. Что-то случилось? Я у тебя хочу спросить, что это? Плохо тебе было у нас? Не так заботились? Что тебе все не так-то, Гордеева? Не получилось сделать из тебя нормального, простого человека. Амнистия у тебя. Вы меня не разыгрываете. Вы меня не разыгрываете. А у нас здесь все серьезно. Ну как здоровье? Посмотрим. Гордеева! Гордеева! Как-то рада вас видеть! Гарик! Гарик! Как же вы похудели? Извинилась. Знаю. Немножко. Как же я тебя рада видеть, Гарик. Да. Цветы-то вот кому. Да ладно, ну вот. За что? За жизнь мою. Ну? Ой, Галина Павловна, какую бурную деятельность мы развернули для вашей амнистии. Два лучших адвоката работало. Светка написала заявление, что не имеет никаких претензий. На киностудии режиссеры-актеры подписали петицию вашу защиту, направили президенту. В общем, творилось просто бог знает что. Галина Павловна, хотел спросить. После, Гарик. Все после. Хорошо. Понял. Я теперь всем буду советовать побывать в колонии. Надо сказать, жизнь видится совсем в другом свете. Угу. Миша переехал на съемную квартиру. Да я догадывалась. Просто до последнего надеялась. Глупо. Галина Павловна, он очень переживает и боится, что вы его не простите. Да это он меня не простит. Гарик мой дорогой, иди, спасибо тебе за все. Да, там я купил продуктов всяких, на первое время хватит. Ага. Ага. Глупо. Ага. 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 КОНЕЦ 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 Для первой по мнению критиков это одна из лучших, если не лучше. КОНЕЦ КОНЕЦ Да, Галина Павловна. Гарик, мне срочно нужен стилист, визажист и парикмахер. Галина Павловна, что-то случилось? Меня позвали на ток-шоу. Понял вас. Мое мнение, надо послать их куда подальше, причем в грубой форме, и все. Как ты думаешь, вот это хорошо будет? Нормально. Да подождите вы, ну что вы действительно собираетесь поехать на это телевидение? Ну, а ты что, еще бы, у них самые высокие рейтинги. Да Галина Павловна, ну как вы не понимаете? Они же хотят паразитировать на вашей слайне, на вашей популярности. У меня нет другого выхода. Ну, я не понимаю. Миша меня ведь не хочет. Значит, я не могу сказать ему то, что хочу, то, что должна. Ну, получается, что вы миллионам зрителей так, с экранов, скажете какие-то интимные вещи, которые хотели сказать ему одному? Да. Я готова на все. Я хочу, чтобы мой сын меня услышал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Тема сегодняшней телепередачи «Материнская любовь убивает». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И наш гость, известный кинорежиссер Галина Гордеева. Она отбывала срок после покушения на жизнь бывшей возлюбленной своего сына. Итак, встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос. Да. Скажите, а как вы решились прийти к нам? Скажу честно, мы приглашали вашего сына, приглашали его бывшую невесту, все отказались, а вы пришли? Да. А вы не боитесь осуждения? Нет. Мне нечего бояться, потому что я раскаялась. Я раскаялась в своих мыслях и в своих поступках. Пожалуйста, возьмите мой крупный план. Миша, сынок, знай, я хочу только одного, чтобы ты меня простил. Все можно начать сначала, все можно изменить. И для этого надо только одно – простить. Я тебя буду ждать, сынок. Потому что я тебя люблю. Спасибо. А теперь давайте послушаем мнение нашего психолога. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гарри! АПЛОДИСМЕНТЫ Гарри! Гарри Павловна, вы держались? Молодцы! Да? Правда? Спасибо. Ну и ладно. Ну что же, как говорится, назвался Груздин, полезай. В кузов? В кузов, да. Назвался кузовом, пози грибы, да? Угу. Все хорошо, все хорошо. Миша. Миша. Ты говоришь, какой счастье. Миша. Смотри. Миша. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok